Украина без Dream Series. Natus Vincere не получили официального приглашения на турнир. Французские любители не смогли выдержать давление. ProAgent снимаются со звездного турнира. Американская полиция захватила манекен из игры Call of Duty. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередные новости киберспорта. Неутешительные новости для украинского киберспорта пришли из оргкомитета летней Dream Series 2013 года. Организаторы турнира DreamHack Summer огласили имена последних двух команд, которые получили инвайты на турнир. Так вот, среди них не оказалось Natus Vincere. Почему так? Вариантов, в принципе, предостаточно. Или же организаторы считают, что Na'Vi потеряли тот уровень игры, или же в свете последних событий лан-турниров, где Na'Vi просто-напросто сняли с чемпионата, руководители DreamHack побаиваются любых недовольств или шумих со стороны профессиональной команды. Ну а им, конечно же, этого не нужно. Но еще есть и третий вариант, который вполне имеет право на жизнь. Вполне возможно, Na'Vi сами отказались от участия, ну а оглашать этого не стали. Думаю, ребята сами прекрасно расценивают свои силы, ну а менеджмент прекрасно посчитал затраты, которые навряд ли окупятся. Так или иначе, на летней Dream серии мы команду, скорее всего, не увидим. Что ж, если наше предположение касательно самостоятельного отказа от участия команды оправдаются, то Na'Vi стоит зауважать за этот поступок, так как все мы помним легендарные туристические поездки на чемпионаты мира от СНГ коллективов. Так уж повелось, что любая киберспортивная дисциплина сама выбирает страну, которая будет лучше всех играть и больше всех побеждать. Хотя, точнее будет сказать, что определяется страна, которая лучше всех обладевает той или иной игрой. Корейский старкрафтер команды Liquid Hero выиграл в КС Америка, сотворив великолепный камбэк в финале против Ravival, который представлял интересы организации Evil Genius. Сонг закончил серию с общим зачетом 4-2 в свою полю, завоевав 20 тысяч долларов. В общем, американские отборочные прошли без заметного участия местных игроков. Ни одному американца или канадца в топ-8 доминировала, как всегда, корейская школа, разбавленная норвежцем Snoop и австралийцем Moonlight. Таким образом, определился состав участников сезонных финалов, который состоится в Южной Корее в период с 7 по 9 июня. Спрашивается, зачем проводить отборочные турниры в Америке, если там все равно побеждают корейцы. Компания Wargaming.net сообщила о внедрении в свои игры единого премиум аккаунта. Фактически, премиум подписка в одной из игр автоматически дает доступ к премиум функциям во всех остальных играх. Стоит отметить, что это пока всего лишь анонс, а вот полноценный запуск премиум аккаунтов произойдет не раньше реализа World of War Planets. Стоит отметить, что участники открытого бета-теста World of War Planets бесплатно получат специальные жетоны, которые впоследствии можно будет обменять на покупку премиума. Аналогичный сервер с разработчики обещают ввести с началом открытого бета-тестирования World of Warships. Аутсайдер трех первых туров SLTV Star Series покидает турнир, не завоевав симпатии зрителей. Французы, напомним, получили билет на StarLadder по итогам квалификации последнего шанса, обыграв Ностальжи и N-Faculty. Тем не менее, на групповом этапе Pre-Agent стартовали хуже, не придумаешь три поражения в трех первых матчах, а именно с ELTZ, C-Play и Z-Nation. И эта команда еще и не сыграла ни с кем из фаворитов. Возможно, на решение сняться соревнований повлияли также невыразительные выступления на EMS One Summer, где коллектив в первом случае также финишировал в зоне последних мест. Путевка в звездную серию досталась команде по праву, однако, как мы видим, обязательств у коллектива ни перед кем нет. Спонсоров нет, которые могли бы повлиять на их выступления и ответственность, а сами игроки не соизволили зауважать StarLadder. Думаю, этот сезон был последний в истории этой команды и она навсегда будет забанена. На днях полиция Лос-Анджелеса взяла штурмом офис студии Роботоки, основанный Робертом Боулингом, который не так давно отвечал за стратегическое развитие серии Call of Duty. Визит вооруженных до зубов стражей порядка стал для Боулинга большим сюрпризом. Позже выяснилось, что полиция приехала в офис после того, как кто-то из сотрудников Роботоки зачем-то нажал тревожную кнопку. Но больше всего Роберта повеселил тот факт, что полицейские едва не устроили перестрелку со стоящей в холле фигурой призрака. Искав дьюти, они приняли статую за настоящего террориста. К счастью, ситуация вовремя прояснилась и обошлось без жертв. Не пострадали ни сотрудники Роботоки, ни статуи террориста из игры. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий в мире киберспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова